Юрий Александрович, я уже забыл все, что хотел сказать, но буду на ходу так договорить, может, тогда будет более искривый, не знаю, насколько это было последовательно, но постараюсь сказать все, что я хочу сказать. О фантастическом явлении, именуемом Юрии Куваловне, сказано очень много, и я постараюсь добавить к этому свое веское слово. Самое интересное и самое ценное вообще в этой ситуации прославление Юрия Куваловна на самых высоких ронах и в самой превосходной степени, то, что это является абсолютной правой. Далее, я хочу сказать о том, что служит мне вечным примером и временами служит мне очень тяжким укором. Дело в том, что Юрий Куваловен, писатель, литературовед, критик, искусствовед, философ, при всем том, что он живет очень напряженной литературной жизнью, он при этом живет и суйно. Он работает спокойно, он совершенно никуда не спешит, он совершает ежедневные продолжительные прогулки, он каждый день слушает классическую музыку, он каждый день подробно изучает публикации в интернете, он каждый день ежевечерно читает все литературные новинки и перечитывает классику, он каждый день ведет деловые и разъяснительные беседы с его постоянными помощниками и членами редколлегии нашей улицы, с попугаем Гришей и с кошкой Олей. Он много чего делает. И вот при всем при этом у меня возникло подозрение, что Юрий Куваловен не сам это все пишет, он держит у себя где-то там в кладовке какого-то литературного негра, который все за него делает, потому что иначе, он занят сейчас, потому что иначе невозможно так работать. И вот заключая все, что я хочу сказать, я хочу завершить это таким образом, что все, вот о чем я сказал, об этой несуетности, об этом спокойствии, об этой естественности, значит все это отражается в его произведениях. Куваловен, произведения Куваловена возникают так же, как возникают облака, как возникает радуга, как возникают звезды. И я, ну а что пожелать, я не знаю, что пожелать, но поскольку уже хочется выпить по-человечески, я хочу пожелать Юрию Александровичу душевного здоровья, духовного здоровья, физического здоровья и творческого здоровья. И я хочу пожелать долгих лет жизни, это во-первых, нет, это во-вторых, и во-первых, я хочу пожелать вечной жизни, он понимает, о чем я говорю, вечной жизни в литературе.